здравствуйте уважаемые слушатели курса у нас 22 занятия мы продолжаем тему рекурсия и сегодня мы занимаемся генерации комбинаторных объектов при помощи рекурсии итак смотрите товарищи школьники я ведь на вас ориентируюсь в первую очередь да мы работаем на c++ в рамках этого курса мы в прошлый раз познакомились все рекурсии вы увидели что на примере ханойских башен как рекурсия это разделение соответственно задачи на подзадачи аналогичные исходной задачи только проще проще в смысле ближе к крайнему случаю так вот когда одна задача разделяется на две подзадачи то возникает ветвление а такое разделение как бы мы заходим в одно дерево углубление их другое дерево углубления интересно то что заход и туда и в одно дерево и в другое дерево происходит не одновременно мы можем попробовать посмотреть вот на сегодняшнем первом алгоритме мы это дело увидим давайте я покажу вам смысл следующий представьте себе что у меня некая функция а которая отмеряет необходимую глубину она получает в качестве параметра допустим ее глубина требуемая глубина 3 до когда еще остается что-то больше 0 она должна еще раз вызвать самая себя на только с параметром меньшим на единичку но она делает это не два раза не один раз прошу прощения а два раза соответственно она вызывает саму себя но как устроена это с точки зрения тайминга с точки зрения как бы активности программного кода да давайте сейчас я вначале дорисую вот эту штуку да а2 до вызывает 1 да ну давайте я остановлюсь пускай 1 это будет последний уже никого не надо вызывать допустим будет так окей хотя впрочем тут такой интересный момент чтобы на самом деле я вот все-таки допишу а 0 есть на то причина которая уже ничего не вызывает возвращает управление ей я на самом для обратную стрелочку могу даже не рисовать понятно что зашла потом вышла еще раз а 0 то есть каждая функция вызывает саму себя с меньшим параметром крайним случаем является только а 0 он крайний случай никакого содержательного смысла я сейчас не закладываю функция пока не делает просто вообще ничего она просто зовет самое себя ну да она вычисляет значение параметра как как цель масштаба подзадачи уменьшая его на единичку да есть то что он делает она приближается к крайнему случае отсчитывает количество шагов до крайнего случая соответственно это 2 вызывает самая себя второй раз да она вызывает а нулевое на самом деле то что я сейчас отрисовывая уже показывает по сути именно происходящее во времени хотя на самом деле было бы знаете что интересно вот это вот это вот после того как она отработала да то вот эти вот функция перестает как бы существовать то есть на самом деле я отрисую все это одновременно как можно представить себе как молния которая вот пробиваешь называется да она и тут вот и тут пробила да а теперь представьте себе что у меня одновременно она лизнула языком сюда потом откатилась сюда потом вот это откатилась потом сюда сюда потом вот это опять же перестает существовать вместе со своими локальным переменам потом сюда вот то есть в этом смысле что у меня на самом деле действительно одномоментно во времени существует несколько как бы представителей функции но если честнее сказать там на языке python например да это можно сказать что несколько пространств имен функции одновременно существует на си плюс плюс это в принципе тоже можно выразить вот таким образом но можно сказать что как бы ну код программ там то будет один все равно и там и на питоне на си плюс плюс но на си плюс плюс это именно называется словом стек вызовов сейчас я про это делал коротенько тоже расскажу и порисую я по-моему не рисовал в прошлый раз и в этот раз и все-таки даже если даже если рисовал это еще раз стоит нарисовать но смысл следующий что у меня возникает вот такое вот ветвистое деревце на в котором не одномоментно но тем не менее я достигаю а нулевой много-много раз возникает вопрос можем ли мы это как-то использовать можем ли мы это как-то интересным образом использовать прям вот просто сам факт вот такой интересный ветвистой структуры интересно то что да мы можем это интересным образом использовать я хотел бы вызывать ну я сейчас назову эту функцию чуть по-другому но перед тем как я сейчас принесу сюда некоторую прагматику то есть начну как это не любоваться коровой а доить эту корову да это прагматика сейчас сюда прибудет но давайте еще немножко восхитимся самим процессом того как происходит рекуррентный вызов еще раз говорю с точки зрения тайминга есть такой слух такие с важные слова называется синхронный вызов так вот товарищи рекурсия строится на синхронности вызовов синхронный вызов функции подразумевает что вызывающая сторона спит находится в не в недействующем состоянии передав свое управление вызываемой функции а получает управление обратно только тогда когда вызванная функция возвращает управление понятно вместе со своим результатом ну если она что-то вообще ретерн то есть ретерн это в первую очередь не то что она возвращает значение в первую очередь это возврат управления до одновременно с возвратом еще и значение то но обычно это логично так вот что я хочу сказать синхронный вызов подразумевает вот если время двигается вниз да вот это вот если это шкала времени двигающаяся как бы сверху вниз да вот у меня допустим начала существовать функция а3 на а3 начала существовать да она вызвала функцию а2 до а2 она вызвала которая соответственно подумала и вызвала соответственно функцию один до вызвала функцию а1 которая чуть-чуть подумала и вызвало функцию а0 которая особо не думала и вернул управление в один который вызвало снова а 0 которая снова вернул управление а1 после чего 1 вернулся а 2 а2 подумала и вызвала 1-1 подумала вызвала а0 вернулась один еще раз это один у меня так как бы вот на этом глубине, еще раз вызвала а нулевую, вернулась сюда, значит, и она вернула а2. Наконец, а2 закончилась, да, может закончить свое выполнение и вернуть управление функцией а3. И все это время функция а3 спала, да. Но обратите внимание, у меня функция а2, а с параметром 2, она спала два раза, пока она вызывала первый раз и второй раз функцию а1, да. Соответственно, функция а3, она только один раз вызвала функцию а2. Я прорисовал по времени, что происходило по времени, да, как они существовали, жили и спали, да, пока действуют вызванные ими более глубокие уровни рекурсии. Ну, та же самая функция, просто на более глубоких уровнях. Понятно? Вот. На самом деле, вот это представление, оно важно просто для понимания того, что такое синхронный вызов, как именно отслеживается, сколько раз мы занырнули, сколько раз надо выныривать, я отвечу очень просто, при помощи стэка вызовов. Подробности я не буду сейчас рассказывать. Вот это, на самом деле, на C++ это просто сегмент стэка и все. Вот. И туда падает адрес возврата. Давайте сейчас не уходить в детали, как сказать, таких архитектурных моментов, как это устроено, а то нас это заведет в ассемблеры машинный код, и мы оттуда не выгребнемся. Давайте успокоимся на том, что у нас функция знает, куда надо возвращаться, знает, откуда ее вызвали. Код, не код, а адрес возврата хранится на стэке. Стэк их подает, соответственно, вот поэтапно, да, и такая очередь, last infrastructure, а с очередями мы, по-моему, знакомились с вами. Точно знакомились. Так что слово стэк не должно вызывать у вас священного трепета. Ладно. Так вот. Давайте мы сейчас, я слово синхронный вызов сотру, давайте мы сейчас начнем пытаться применить вот это вот такое ветвление прагматическое. И я буду это делать, собственно, для генерации комбинаторных объектов. Идея моя довольно проста. Я бы хотел, чтобы моя функция налево уходила с ноликом, а направо с единичкой. Это будет некий, скажем так, дополнительный параметр. Интересно то, что я могу не то, что там, как сказать, уходила, да, а генерировать некую строку или вектор. Ну, это ведь вектор пусть это будет как динамический массив, в который я буду прибавлять либо нолик, либо единичку, а он будет нести его дальше. Я буду его вот нести дальше. А вот обведенные в кружочек крайние случаи, а ведь это они, это крайние случаи, они не рекуррентны, они никого не вызывают. Это самый простой крайний случай. А он будет у меня, наоборот, ничего не возвращать, а наоборот кое-что делать. Эта функция у меня не будет чистой. Эта функция, наоборот, будет у меня с побочным эффектом. Она будет вот в этот момент, что называется, выстреливать. И еще, вот исходя из того тайминга, который я показал, совершенно очевидно, что у меня вот эта функция, она выйдет, ну, она сделает свое действие первой. Это второй, третий и так далее. Да, это восьмой. Понятна логика, да? Так вот, я сейчас хочу научиться генерировать двоичные числа заданной длины. Понятно? Вот моя простая идея. Я хочу сделать бинген. Бинген. Понятно? У него должно быть, у моей функции генератора бинарных чисел, она будет в крайнем случае, она будет распечатывать то число, которое получилось. Она даже его генерировать уже не будет. Как я собираюсь это делать? Она будет вызывать с моей себя два раза. Ей дали некий префикс. На самом деле я могу здесь сделать по-другому. Ей дали в начале длину, сколько нам надо двоичных знаков. Сколько нам надо двоичных, или говорят, разрядов. Да? Н. И второй параметр. Ей дали некий префикс. Этот префикс будет фактически содержать уже некоторое количество букв, циферок, чего-то там, что должно быть напечатано перед тем, как будет печатать число. Так вот, идея следующая. Я буду в бинген печатать, собственно, кого. А, да, я прошу прощения, не префикс, наверное, надо назвать. В данном случае это скорее не префикс будет. А этот. Я прошу прощения. Сейчас соображу, как его назвать правильно. Собственно генерируемый объект. Да? Комбинейшн. Комбинейшн. Длинно писать. Комб. Комб. Так вот, я буду сюда всовывать и говорить, осталось меньшее число тебе, да? Осталось меньшее. На самом деле есть другой способ, просто сама комбинация может удлиняться. Ну, давайте сейчас я буду следовать вот этой вот логике. Я говорю, тебе осталось меньше циферок, да? Ну, и буду передавать туда комбинацию, но я сделаю следующее. Я туда в эту комбинацию, я здесь это запишу просто, я туда прибавлю дополнительно нолик. Слушайте, кто мне мешает сейчас это, на самом деле, сделать тупо строкой, не вектор, а все-таки строчку, да? И второй раз, еще раз буду вызывать бинген, который будет уходить уже в правую, по сути, ну, визуально вот здесь отображено, в правую ветку. Тоже, вы говорите, тебе меньше осталось. Но вот имеющуюся комбинацию, слушайте, ну, все-таки вот в этом версии, раз уж это будет строка, значит это префикс. Я буду к нему реально прибавлять именно строку префикс, соответственно, только в этой версии плюс один. Вот то, что получится, будет очень просто и интересно. Давайте посмотрим на то, как это будет работать. Итак, я вызову функцию на бинген, да, бинарный генератор, передав ей, там, не знаю, 3 или 4 бита, 4 двоичных разряда, скажу ему в качестве префикса, скажу ему, а что мне сказать ему в качестве префикса? Дам мне им пустую строку туда и все. Вот так вот. Значит, я ничего не печатаю, бинген у меня сейчас ничего не печатает, он будет печатать сам, не надо его отправлять на распечатку, я сделаю сейчас следующим образом, да, я напишу функцию, да, он будет у меня вообще void, значит, соответственно, он получает параметр n, и он получает это число, и это число оставшихся цифр, да, сколько цифр осталось генерировать. и второе, это строка, соответственно, мне понадобятся стринги, да, забыл, using namespace, std, и что мы здесь делаем? я говорю ему строка, да, стринга, префикс, все, и что я буду делать? Я вызываю здесь бинген, указывая n-1, и префикс удлиняю на циферку 0. Вы готовьтесь, сейчас включайте микрофон, и сейчас будет вопрос. Итак, запускаем нашу программу, смотрим внимательно. что произошло? Товарищи школьники, 15-14, проснитесь, что сейчас произошло? Я как любитель обратной связи написал программный код до компилируемой стадии, нажал F9, говорю, давай скомпилируем, запустим, посмотрим. Смотрю, фигня какая-то, код минус миллионов там сколько-то. Что не так? Что произошло? Вы способны ответить на этот вопрос? Она возвращает значение? Нет, она не должна возвращать значение. Она войдовая, ей не требуется ретюрн. Почему тут код вот такой вот, явно код ошибки, произошла ошибка? Он 2 секунды, 2,7 секунды думал, и сдох. Что произошло? Если бы это был Python, то здесь вот на экране валялся бы большущий трейсбэк, и вам было бы все понятно, поэтому трейсбэк вы бы сказали, о, елки-палки. И он бы прям там диагностику явно сказал. C++ в этом смысле так посложней чуть-чуть. Мы не видим в диагностике, что произошло. Ребята, произошел стэк-оверфлоу. Настоящий, честный стэк-оверфлоу. Я не про сайт стэк-оверфлоу, я настоящий стэк-оверфлоу. Я не про стэк-оверфлоу. У нас, если бы это был Python, был бы достигнут max recursion limit. Да, достигнут предел рекурсии. У нас нет, товарищи, крайнего случая. Ну, вы чего? Я же вам в прошлый раз объяснял. Мышку зеленым, о, господи, золотым цветом обводил, говорил, мышка. Крайний случай, без нее рябку не вытащить. Ну, вы смотрите, вот рекуррентная функция. Она всегда вызывает саму себя. Ну, конечно, все бесконечная рекурсия. Так нельзя. Это только рекуррентный случай. Нужно обязательно, чтобы внутри рекуррентной функции так или иначе было каким-то образом ветвление, да, когда у нас, короче, должна возникать ситуация, когда вызова функции уже не происходит. Понятно? В нашем случае, если n больше, ну, давайте так лучше, если n равно нулю, то это крайний случай, он требует отдельной обработки. Какой именно обработки? Да очень простой, на самом деле. Я хотел бы префикс выплюнуть на сяут. И конец строки. Во! Вот так я собираюсь обрабатывать крайний случай. Ведь я же вам даже сказал, что мы в генерации комбинаторных объектов, я собираюсь побочное действие функции, да, вот выплевывание действия делать вот здесь. У меня происходит постепенное накопление, постепенное накопление отсюда сюда и так далее, накопление либо 0,0,1, например, да, или там 1,0,1, да, то есть вот по какой-то траектории я спускаюсь по той или иной, и происходит накопление, ну, символов префикса. Понятно? Ну и там либо нолики, либо единички будут накапливаться. Вот. И крайний случай он останавливает и говорит, стоп, теперь печатаем. Понятно? Напечатать все числа, начинающиеся с заданного префикса, призван бинарный генератор, да, и состоящие, соответственно, из еще n чисел. Итак, давайте с вами посмотрим, что сейчас получится. Внимание! Смотрите. Процесс return zero, да, все окей. Что мы видим? Что это такое? Это всевозможные двоичные числа с лидирующими нулями, да, вписанные в четыре цифры, да. Всевозможные числа двоичные длиной до четырех разрядов, да, от четырех нулей до четырех единиц. Прикольно, да? Согласитесь? И мы можем вот здесь вот управлять глубиной, насколько там хотим, вот, пожалуйста, 2 восьмой 256 различных чисел. Сейчас он все комбинации выплюнет. Ну вот, ну он быстро это сделал, я не успеваю быстро сюда переключиться. Вот, всевозможные двоичные комбинации в одном байте, да, вот он вот. Видите, да? Ну, если вы знакомы с двоичной системой счисления, то вы должны это все узнавать, да. Вот, пожалуйста, бегут, бегут себе двоичные числа. И все это сделано всего лишь за счет того, что мы последовательно бежим вначале в левую ветвь, да, потом в правую ветвь. Давайте я немножко обратно уменьшу там до четырех. Но теперь я кое-что поменяю вот здесь. Посмотрите, а давайте вначале один, а потом ноль. Ну, а кто мне мешает? Мне кто не мешает. Давайте. Оп. И что у меня получится? Все ровно наоборот. Не потому что у меня генератор что-то знает о числах, а просто последовательность. Он вначале всегда генерирует все числа, начинающиеся с единички, потом все числа, начинающиеся с ноликом. Понятно? И вот это генерацию всевозможных трехбитовых комбинаций, это как перестановка этой пирамидки из трех дисков, да, которая потребует всевозможных двухбитовых комбинаций, да, вот здесь вот. всевозможных двухбитовых комбинаций, которые, в свою очередь, вначале единичку будет использовать, потом нолик, да, и потребует генерации всевозможных однобитовых комбинаций. Генератор всевозможных однобитовых комбинаций, у которого n равно 1, да, у него префикс уже довольно длинный, да, но он еще вызывает этот самый бинген с n равным нулю, который берет и просто печатает, и все. И ничего больше не вызывает, ничего не делает. В результате у нас получается вот такая вот интересная штучка. Прикольно, да? Возникает простая идея, почему мы вызываем вот здесь только два раза? А кто мешает нам вызывать это три раза? Давайте это сделаем. Так, файл сохранить как? Так, второй генератор. На ну-ка. Ну, правда, это будет уже не бинген, да, у нас будет, по сути, как бы некое число, да, в какой-то там троичной, допустим, системе числения, да. Соответственно, я просто оставлю ген. Да, и сюда 0, 1, 2. Давайте посмотрим. Только длиной немножко поменьше сделаю, чтобы числа более-менее на экран-то помещались, чтобы их не было слишком много. Да, и не бин, конечно, уже просто ген. Минератор такой. Опаньки. F9. И... Так, я забыл закрыть предыдущее окошко. Итак, что я вижу? Да, действительно, всевозможные числа, начиная от трех нулей до трех двоек. Да? Видите? И все у нас точно так же, да, то есть у нас вот эти вот двоечки, самыми последними, да, перед этим все связано с единичками, просто потому что у меня, ну да, задача, как бы, вот она развалена на три подзадачи, каждая из которых проще исходной, на один меньше бит генерировать осталось, да. Причем префикс удлиняется либо 0, потом 1, потом 2. Я могу буковки сюда вставить вполне. Понятно, да? Давайте двинемся дальше. Я хотел бы сейчас сделать генерацию для произвольной системы счисления, да, не вот то, что троичное, у меня тут вписано себе и все, да, а вот прям для произвольной, да, как мне это сделать? Так. Можно, надо бы сделать цикл в кубке. Да, простая и прекрасная идея. А почему не цикл? Ответ, да, давайте цикл. Только перед тем, как, это самое, делать цикл, я бы хотел предложить немножко переделать, ну, мы тут все с этим стрингом, стрингом. А давайте его собирать из, ну, понятно, что число, если я начну его там собирать из чего-то еще, хранить его в памяти как стандартное число, так оно и так хранится всегда, как двоичное. То есть, если уж я собираю, говорю про систему числений, то нужно как строку собирать. Либо каждую циферку хранить как отдельное число в векторе чисел. Почему нет? Я для простоты сделаю его вектором интов, не буду там уменьшать ему размерность до байта. Вот. Почему нет? Вектор целых чисел, вектор интов. Значит, у меня будет, собственно, ну, digits, да, циферки. Диджитс, да? Мне необходим параметр, собственно, системы счисления. То есть, это сколько цифр осталось, да, требуемая длина, да, требуемая длина, сколько цифр надо. Это сами цифры. А что еще мне требуется? Сама система счисления, да. Ну, давайте я ее поставлю в, не знаю, в последний давайте поставлю ее. Сейчас я думаю, 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 думаю. Голова, думай. Я хочу, наверное, сделать все-таки вот так, вот так, в начале систему счисления. Система счисления, да, ну, я немножко перенесу для красоты, вот так вот. Значит, так вот. Что я хочу сделать? Я хочу сейчас передавать туда. Дело в том, что если я сделаю пушбек, будет нехорошо. В питоне так легко это делается. Вот нам и понадобится SPP Reference. Ну, что на английском, вернись. Поискал сразу на английском. Так. Меня интересует сразу этот... Что? Я хочу создать вектор... Слушайте, даже я прямо не знаю, как мне сейчас-то аккуратненько сделать. Есть вот такой вот способ. Я буду передавать ссылку на тот же самый вектор. Вот так. Вот давайте это сделаем вот так. Будет один единственный вектор. Так тоже можно сделать. Значит, короче. Распечатка будет немножко посложнее. Потому что мне теперь придется, собственно, все диджицы распечатывать. Принцип теперь, окончание тоже будет другой. У меня в digits будут накапливаться циферки. И я буду заканчивать, когда у меня, собственно, digits length у меня будет равна требуемой. Я не буду уменьшать вот эту вот длину length. Я ее буду все время оставлять прежней. Она будет говорить, вот столько всего надо циферок. Ну, систему счисления я на ходу тоже не меняю. С циферками вот так вот, когда это вектор, да, так вот поступать как по-питоновски будет нельзя. Но в питоне там можно просто взять и присобачивать вот так. Вот и будет генерироваться новый. Я, конечно, могу рискнуть, но я прям практически уверен, что так нельзя. Я сейчас подумаю и, может быть, рискну. Ну, нельзя ж так. Так нельзя. Может, с фигурными сожрет. Вряд ли. Не может быть такого. Я знаю, что C++ меняется со временем, но я не верю. Троичная система счисления. Три циферки. Ну, давай, C++ скажи мне, что я издеваюсь над тобой, так нельзя. Ну, да. Видите, он говорит. Ну, и я догадываюсь, что он мне там говорит. Он говорит, вы чего? Digits was not declared in this scope. Как это так? Сейчас, секундочку. Вы чего? А, у меня вектор неопрямляет. А, он мне про другое сейчас говорит. Я забыл, что строчку я теперь использую, а вектор нет. Но он должен на меня сейчас поругаться. Он должен сказать, что? Has no member length. Size. Значит, size. Тоже опять не про то ругается. И опять не про то ругается. Но я думаю, что мы дойдем до того места обязательно. Значит, короче. Сейчас он меня поругается. Я что хочу? Я хочу теперь распечатывать эти digits. Придется это делать в цикле for. Я сделаю out x, соответственно, digits. Соответственно, se out. Чего? Se out x. И в конце, значит, через что я их собираюсь распечатать? Да не через что я их не собираюсь. Вплотную пусть он их печатает. А в конце, после цикла for, дополнительно se out. Конец строки. Все. Вот так вот. Соответственно, бежим по списку циферок слева направо. И распечатываем их, соответственно. Просто циклом for. Так. Уберем лишнее. Ну, сейчас, ладно, уберем. Он мне сейчас будет ругаться. Он мне скажет, что, конечно, так создавать нельзя. Нет. Count. Опять я допускаю какие-то обидные ошибки. Давай. Yes. И вот он мне ругается. Говорит, вы что делаете вообще? Так с векторами нельзя. Да, так нельзя поступать. А если я ему так скажу? Ну-ка, давай, поругай меня сейчас. Ну, абсолютно верно. Ожирался идентификатор перед числовой константой. Так вот тоже нельзя. Как будто индекс от кода хочу. Но реально я собираюсь туда как бы присобачивать в конец либо нолик, либо единичку, либо двуик. Но, товарищи, что я собираюсь сделать на самом деле? Я собираюсь передавать ему ссылку на тот же самый массив диджитс, на тот же самый вектор диджитс. Вызвать его там, соответственно, какое-то количество раз. Сколько раз? Ответ. Это k равно 0. k меньше, чем b из основания системы счисления. Я перебираю всевозможные цифры. перебор цифр в системе счисления. С основанием base. Понятно? И для каждой из них я сейчас что-то должен буду сделать. А именно. Я собираюсь, да, по сути, записать очередную цифру в конец вектора диджитс. Но я не могу это сделать здесь. Поэтому я сделаю это вначале вот так. Вот я сделаю pushback. и запихну туда циферку k. Вызову генератор. После этого я у диджитс сейчас сделаю popback. Ну, мне ничего не надо ему сообщать. Абсолютно. Она просто диджит, popback. И он удалит мне последнюю циферку из вектора. В результате что будет происходить? У меня будет вызов base 1. Да? Но сейчас и вроде бы функция вызывает как бы самая себя без упрощения задачи. Но я двигаюсь к крайнему случаю, потому что длина моего вектора диджитс постепенно наращивается, достигая длины length. Понятно? Ну, я могу тут на всякий случай больше либо равно, на случай каких-то эксцессов. А мало ли, какой-то нехороший чек length отрицательный мне даст. Да, ну, можно в этом случае вообще как-то по-другому поступать. Ладно. Короче, давайте мы на этом, собственно, закончим болтовню и попробуем вызвать. Ну, да, возникает некоторая тонкость. А что мне дать в самом начале? Ответ. Ну, конечно, надо сюда дать пустой список. Пустой. Ну, давайте все-таки сделаем там двоичную систему исчисления. Для начала числа длины 3 или там 4, давайте, числа длины 4 в двоичной системе исчисления. Что я должен дать сюда в начале? А не знаю. Ну, вектор. да, вектор целых чисел какой-то, да. Нужно сюда прям сунуть на какой-то пустой. Да? Экземпляр такой. И он будет дальше с ним работать. Ну, дайте по-смотрим, как он, что он мне скажет. Говорит, вы что, говорит? Вы чего? Так, суете мне сюда. Ну, наверное, мне придется создать этот экземпляр. А вот, явным образом его сюда скормить. Мне так хотелось сюда на время выдать экземпляр и все. Сейчас я подумаю. Но я же имею право, мне казалось, казалось, что имею право взять и имя типа просто вписать вот так вот. А если я 0, кто-то впишет, что он мне скажет? Как конструктор не поумолчанию. А все равно не хочет. Умный негодяй. Наверное, чует, что там на него ссылки будут делать. Говорит, как же временно объекта вы на его ссылки отправляете. Короче. Можно посмотреть на результат. Вот он у меня генерирует теперь всевозможные двоичные числа, потому что я попросил двоичные. Но если я вот сюда скажу ему, товарищ, пятеричные числа, давайте там длины, давайте 2, их и так много, то он мне сгенерирует пятеричные числа длины 2. Видите, да? Причем, как сказать, генерация, комбинаторная генерация состоит в том, что он вначале перебирает всевозможные с нулем, потом с единичкой, потом с двойкой, да, и так далее. А в рамках нее перебирает всевозможные следующие цифры, вот в соответствии с вот этим циклом, как я бы тут написал. Напишу по-другому. Он будет по-другому их туда запихивать. Понимаете? Он не будет рассуждать вот здесь. Правда, я договорился, что диджетс, это ж только инты, да, я туда их напихиваю, да, пушбекаю. Теперь символы я туда не запихаю. Но зато числа могут быть большими. То есть, моя система счисления может быть хоть там 36-ти ричной, там, сколько угодно, да, цифры кончатся, а числа там будут. Правда, вопрос, как мне выводить эти цифры, как мне выводить такие цифры отдельно стоит, да, может быть, их нужно выводить буковками от ABC и так далее, до Z, в зависимости от системы счисления. Но я сейчас решать этот вопрос не собираюсь. Да, мы от генерации всевозможных чисел заданной длины перейдем сейчас к генерации всевозможных перестановок. Генерации всевозможных перестановок. Давайте я напомню сейчас, что такое перестановки, потому что мы к теме комбинаторных объектов, да, и это сейчас важно, каким приемом мы это сделаем. Вот смотрите, у нас, когда идет генерация всевозможных чисел заданной длины, да, то у меня возникает вот это ветвление, и как вы понимаете, этих ветвлений на самом деле может происходить больше, да, то есть это не обязательно у меня, вот, да, может на каждом уровне идти по 3, например, да, вполне себе, да, я уже не буду подписывать, я так кружочками порисую, да, вот, и на каждом по 3, соответственно, эту мне, правда, тут рисовать уже некуда, ну, почему нет, да, почему нет, можно и по 3, ну, ладно, я вот как бы ее вот сюда нарисую, да, А2, которая, это еще А1, и это еще раз, два, три, каждый из них раз, два, три, раз, два, три, да, правильно, ну, и там уже шарики, ну, в смысле, крайний случай, понятно, да, вот, не хватило, вот здесь я еще не нарисовал, раз, два, три, да, А2, и они еще, а, нет, здесь уже все, это шарики, ладно, о чем бешки, а, да, и еще вон там мне нарисовал, вот, от этого тоже надо было еще там тоже шарики нарисовать, вот, короче, их много, и это на самом деле нормально, ведь у нас комбинаторных объектов в принципе много, вспомните комбинаторику, вспомните такое понятие, как комбинаторный взрыв, да, когда у нас добавление небольшой возможности по вариации чего-то, да, оно у меня кратно умножает количество возможных комбинаций, да, ну, соответственно, у нас добавление еще чуть-чуть, но оно должно нарастать, а теперь представьте себе, что такое перестановки, вот, допустим, у меня есть циферки 1, 2, 3, что есть суть перестановка, по-английски, собственно, перестановка называется словом permutation, что суть это такое, но это какое-то размещение этих циферок без повторений в трех позициях, но во всевозможными способами, то есть существует так называемая тождественная перестановка, цифры, собственно, не переставлялись вообще, да, ну, на самом деле, вы знаете, я лучше, мне будет приятнее, если это будет не 1,2,3, а 0,1,2, потом, если что, я вам объясню, почему, ну, пусть это будет 0,1,2, короче, да, естественно, что у меня возможно, что 0,2,1, 1, чего там, 0,2, 1,2,0, ну, с нулем больше быть не может, да, если я три циферки расставляю, да, с единичкой, либо 0,2, либо 2,0, правда, по-другому уже не поставишь, ну, и остается с двоечкой, 2,0,1, 2,1,0, первая перестановка, да, в ней все идет по порядку, в последней все идет по убыванию, да, и если их расставлять в словаре, то есть если бы их сортировать в словарик, в какой-нибудь словарь перестановок, то вот это было бы словарный порядок, да, то есть вот по первой буковке, по второй буковке, ну, циферке, да, можно сказать так, лексикографический, или просто, вот у меня все перестановки, да, all the permutations, да, в порядке возрастания, понятно, от самой маленькой, до самой, как бы, большой, вот, вопрос, а как мне быть, идея, а давайте я начну генерировать все возможные перестановки, и начну перебирать все перестановки, которые начинаются с нуля, да, ну, а здесь вот, то есть моя функция будет озадачена, перебери все перестановки, которые начинаются с нуля, вторая, а перебери все перестановки, которые начинаются с единички, ну, идея же, правда, гениальна, здесь я говорю, товарищ, перебери все возможные перестановки, да, в трех циферках, в трех позициях, да, а теперь перебери все, которые с двоечки, понятно, похоже, на пульсе вложенных циклов, что ли, какое-то такое, да, или вложенный цикл, ну, у нас и так вложенный цикл сейчас, функцию, и так он уже есть у нас, да, я на самом деле, вот наш генератор сейчас, который сейчас есть для системы счисления, произвольного основания, да, генерация всех чисел, он не слишком сильно отличается, дело в том, что вот эта штука, всевозможные перестановки, по сути, являются некой выборкой, ведь у меня всевозможные троичные числа, будут начинаться вот так, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, опа, кто это такой, это наша перестановка, не всякое число является перестановкой, понятно, да, потому что у меня тут 0, 1, 0, а где 2, от 0, а зато 2 у меня, вместо того, понятно, то есть у меня некоторые из этих чисел, троичных чисел длины 3, некоторые из них являются перестановками, да, в них все циферки присутствуют, ни одна не пропала, ни одной лишней не появилось, так вот, ну там в какой-то момент добежит до 0, 2, 1, в какой-то момент он добежит и так далее, ну оно в какой-то момент добежит до 2, 2, 2, так вот я предлагаю посмотреть на наш генератор троичных чисел длины 3, да, ну вот я частный случай исследую, да, но глобально я как бы на него смотрю и одновременно на предполагаемый пока что алгоритм генерации перестановок, и говорю, а давайте задачу генерации всевозможных чисел длины, не чисел, прошу прощения, всевозможных перестановок трех чисел в трех позициях разобьем на подзадачи, да, и скажем, пожалуйста, сгенерировать всевозможные перестановки двух чисел. Сгенерировать всевозможные перестановки двух чисел, да, и здесь то же самое, понятно, да? Соответственно, здесь, да, я должен буду дальше углубиться всевозможные перестановки там одного числа, но дело в том, что я буду дальше генерировать, то есть, как видите, я схватился здесь с точки зрения комбинаторики за выбор конкретной первой циферки, да, ну, правильно сделал, но мне же надо было как-то множество возможных комбинаторных объектов разбивать на подгруппы, да, чтобы задача была подобной, исходной задачи, все нормально, да. Так вот, смотрите, я могу про вторую цифру предположить все возможные варианты, да, а именно, взять и предположить 0, 1, 2, ну, а третью оставить пока подвешенной, да, понимаете или нет? Пока не понимаете, я вам поясню. Дело в том, что после этого, давайте, вот третий вариант, третье действие, да, я говорю, ну, давайте перебирать все возможные третьи циферки, да, я перебираю всевозможные третьи циферки, у меня возникают какие комбинации? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2. В этот момент правильная реакция нормального программиста, который понимает суть дела, должна быть такая. Тысяча чертей. Какой репы ради. Что это такое? Зачем мы тратим время на перебор заведомо забракованной ветви? Зачем мы вот эту ветвь не отрубим целиком? Представьте себе, ведь для того, чтобы отбраковать вот эти числа, мне потом придется попарно сравнивать каждое с каждым, а нет ли там повторений? Понимаете? А не дублируются ли там? Зачем? Надо было бить себя по рукам вовремя. В тот момент, когда захотелось схватить цифру 0 и поставить ее во вторую позицию, надо было посмотреть, а нет ли этой цифры уже, не было ли ее еще, уже не была ли она уже использована? Понимаете? Если она уже была использована, больше использовать нельзя. И тем самым я мог целую ветвь рекурсии, я так и сделаю в конечном счете, просто не вычислять, не заниматься перебором. И это здесь всего лишь там получалось 4 вызова функции, уничтожилось, да? Но на самом деле это достаточно серьезно, потому что надо понимать, возьмите 5 цифр в 5 позициях или 10, в 10, и вы поймете, что эти деревья гигантские, ну в смысле ветвления, которые будут бессмысленные, нужно отсекать бесплодные ветви от этого дерева рекуррентных вызовов, отсекать как можно раньше. Понятно? Выставлять такие границы, не уводить рекурсию в какой-то ветвь. Поэтому я буду проверять, а цифра, которую я собираюсь сейчас генерировать, она как у меня собственно? Уже использована? Она уже есть у меня среди имеющихся диджитс вот этих вот? Среди вот этих вот диджитс. Как она там? Понятно? Буду туда заглядывать. Ну что? Давайте сохраним наш вот этот генератор уже как собственно генератор перестановок. Я здесь его заголовлю permutations вот и здесь я его тоже назову again permutations генерировать перестановки. значит что я буду делать? Мне теперь не будет необходимо основание системы счисления вообще не про систему счисления да? Ее не надо мне. Ну будут правда не столько цифр как сама вот эта некая перестановка да соответственно permutations которая будет возвращаться генерируемая перестановка она будет у меня да сейчас я буду все это дело просто печатать на экран не сказать что это самое лучшее что можно сделать ну пусть она вот так вот так делает вообще можно было бы на самом деле в конечном счете может и не рекуррентно это дело слушайте вот я сейчас делаю рекурсию и объясняю через рекурсию потому что это помогает саму рекурсию лучше понять и понять метод ветвей и границ так вот что я хочу сделать я по прежнему буду спрашивать как у меня там только не permutation да когда я наращу там когда у меня вот ее длина наращенной перестановки она становится равна собственно длине length пора ее печатать пора ее распечатывать окей я так одну секундочку я вот эту ветву хочу завернуть вот а рекуррентный случай он состоит в том что я собираюсь в permutation добавить очередное возможное число но собственно мне здесь base length если это permutation они совпадают поэтому мне не нужно перебор цифр да я перебираю все возможное но вот тут надо сейчас ударить себя по рукам то есть перед тем как запускать рекуррентную генерацию дальше да не digits а permutation управляется и функция называется не ген а ген permutations ну и здесь я тоже назову ген permutations соответственно мне не нужно будет ей давать вот это я буду генерировать всевозможные перестановки длины ну давайте как на доске я пока длины 3 и так что еще раз что я собираюсь делать на самом деле я могу сделать некоторую красоту навести то есть вот эту функцию ген permutations завернуть в красивенькую функцию которая будет мне там возвращать и делать что мне надо ладно это не так важно сейчас значит еще раз вот момент вот момент должен себя удавить по рукам и не делать не уходить в рекурсию сказать подождите цифра k уже была вот здесь момент наступает смотрите что я делаю я спрашиваю если k у меня уже было в имеющейся сформированной перестановке если бы это был python я бы написал так if k in permutation здесь мне нужно будет сделать может быть сложнее мне нужно будет бежать по всему содержимому permutation если k будет равен собственно тому что там выползет for соответственно auto x двоеточие permutation я вот так вот сделаю и если вдруг хоть болту использую такая ситуация в том что здесь я собирался использовать слов continue чтобы проскочить эту итурацию но прям как у нас проверка из алгоритм использовать что ли слушайте я воспользуюсь есть для работы с итерируемым объектом есть такая библиотека алгоритм для контейнеров она есть и вот а там внутри библиотеки алгоритм есть всякие прикольные штучки вот в частности там есть этот самый если если не ошибаюсь any сейчас секундочку я не хочу уходить на английскую а ну-ка верни сюда русская давай наверх библиотека алгоритмов так any of проверять равен ли предикат true для всех так а мне на самом деле нужно просто проверить равен ли кто-нибудь ищет любой элемент из набора элемент find first of ищет диапазон так ну короче find first of меня должно устроить а стоп секундочку что там еще есть find if первый элемент соответствующий определенный find надо просто find тогда посмотрим шаблон find находит в диапазоне first last первый элемент удовлетворяющий определенным условиям find ищет элемент равный value это то что мне нужно собственно что возвращает find если элемент не last он возвращает last да то есть последний итератор на границу но мне это будет итератор конца слушайте ну я я просто сейчас для простоты для простоты воспользуюсь очень сложной встроенной штуковиной короче я скажу если у меня find на так кого у меня итератор первый итератор второй потому что ищу я ищу permutation точка begin начиная от него до permutation end кого я ищу я ищу число к да если эта штуковина она у меня равна permutation end хотел упростить если она равна permutation end дайте где-нибудь перерывусь что ли вот так вот то тогда не такого числа не найдено его не было еще так и в этом случае и такой цифер но такое число еще не было использовано значит я его могу собственно вставлять вот сюда так мне прям не нравится как это выглядит я перенесу вот сюда вот теперь мне нравится как это выглядит итак у меня здесь есть в условии собственно функция поисков которая пробегаюсь по permutation и отсекаю лишнюю ветвь да я рассматриваю только ту ситуацию когда у меня к не найдено среди уже сгенерированных чисел перестановки да я здесь так и напишу да что я вот здесь вот да проверяю проверяю проверяем нам не использовалось ли ну проверяем что желаемое число к ранее не использовалось в данной перестановке понятно вот желаемое что число к просто понятна логика вот она ну я прошу прощения что это выглядит немножко это может замудрено слегка да но смысл этого в том что мы уходим вот сюда только в том случае если такой цифры ранее не использовалось да ну а перебираю всевозможные цифры вот из от нуля до ленд не включительно итак что в результате я сейчас могу я сейчас могу запустить он мне сгенерирует всевозможные перестановки длины 3 ну если я нигде там помелчи не ошибся так надо предыдущее выполнение остановить поехали компиляция да он это сделал и он не уходил в лишней ветви вот он сгенерировал всевозможные перестановки чисел от нуля до двух соответственно включительно давайте немножко поиграемся с этим да давайте поставим сюда пятерочку до 5 чисел попереставляем ну это же C++ на самом деле тут быстро все это делает да он занимается этим достаточно быстро да вот он перебрал всевозможные перестановки 5 чисел ну у меня это самое пока хватило буфера экрана то есть от 0 1 2 3 4 до до 4 3 2 1 0 да у меня хватило буфера да и они в лексикографическом порядке 4 3 2 0 1 4 3 1 2 0 то есть видно что он до последнего держал здесь двойку он сюда не так рано вставил только только дошло до 4 3 2 короче вот так получается можно воспользоваться вот этим ветвлением да собственно рекурсия как сказать вот можно расплодить да много разных вариантов можно воспользоваться для того чтобы генерировать вся всевозможные комбинации вот к вопросу о сложности рекурсии о ее вот этой как бы комбинаторной сложности дело в том что задача типа ханойские башни или задача по типу там генерации комбинаторных объектов а их как вы понимаете на самом деле перестановок сколько перестановок у нас н чисел в н позициях н факториал факториал очень быстро растущая функция это я тут всего лишь 5 чисел переставляю если бы я 20 чисел переставлял это бы о-о-о я в си плюс плюс довольно хорошо уверен но сама распечатка на экран она длительная то есть это ну можно так побаловаться попробовать его попросить сказать ну давай дорогой давай пожалуйста ну хотя бы 10 чисел давай погенерируем чтобы ну а что нам сразу давайте не будем но я успею донести пока он их все генерирует да это он еще 012 о дошел до 013 ну вот они бегут прям на наших глазах эти числа да но поверьте мне здесь распечатка сильно задерживает процесс на самом деле я уже прерву хватит сейчас секундочку он не реагирует на меня плевать он хотел ну слушайте я не дождусь этого момента я могу сейчас что сделать на самом деле вот закрыть глаза на распечатку отменить распечатку да я верю что permutation существует да я могу глобальную переменную какую-нибудь увеличивать на единичку чтобы подсчитывать количество перестановок которые будут возникать в результате но я этого сейчас не хочу просто хочу замерить время без распечатки сколько он будет генерировать 10 факториал чисел он мне сейчас напишет число если мы этого дождемся ну как видите C++ крут мы дождались 10 факториал операций 10 факториал операций я я открою python чтобы это посчитать сколько это значит этот самый я не буду выпендриваться сейчас я просто реально перемножу 6 7 8 9 и 10 вот столько вот такое число 3 миллиона 628 только крайних случаев вот такое количество только крайних случаев у нас было выполнено за 7 секунд на самом деле это очень даже круто но дело в том что еще раз надо понимать что комбинаторный взрыв он состоит в том что сама постановка задачи а давайте сгенерируем все возможные перестановки да permutations она ну она в нее заложен этот комбинаторный взрыв мы просто закладываемся на то что задача ну как с теми же ханоисскими башнями да распечатать перестановку башни высоты 10 да распечатайте на или высоты 11 она будет уже в 2 раза больше 12 еще в 2 раза больше она просто нарастает как 2 в степени количества дисков понимаете нарастает 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 в 2 раза каждый раз сложная задачка увеличивается на единичку а у вас асимптотика вот так вот вырастает ничего с этим здесь делать нельзя потому что задача такая задача состоит в том что нужно каждую перестановку сгенерировать так что тут уж извините да ничего оптимизировать то тут невозможно нечего никак надо стараться обходиться без таких вещей если это возможно если нет необходимости не заниматься генерацией всевозможных перестановок вот ну что же значит мы с вами обсудили генерацию комбинаторных объектов у меня есть еще несколько задачек которые на рекурсию попроще на рекурсию попроще и они требуют немножко такой теории на доске давайте про них поговорим значит в прошлый раз была такая модельная рекурсия сегодня я поставил комбинаторные вот такие задачки и показал как рекурсия что называется множится да ну на самом деле есть еще один способ можно там фракталы рисовать тоже красиво изображается вот деревья да можно было бы их тоже молевать вот но в любом случае мы вот с этими вещами пощупали почувствовали а теперь давайте попробуем применить поприменять рекурсию для каких-то математических функций придумать некоторую функцию в которую заложить некоторую математическую идею и научиться ее загонять под вычисления в программу нет сейчас как раз вот сейчас я не буду закладывать никаких на вот этих вот удвоенных утроенных когда задача рубится на две на три части кстати это не всегда плохо совсем не всегда плохо не надо думать потому что есть же базовый принцип разделяй и властвуй очень хорошо разделять задачу на подзадачи это неплохая идея от нее не надо отказываться в следующий раз я надеюсь вам про это еще хорошо покажу а сейчас давайте с вами решим парочку интересных задачек значит первая задачка которую мне хотелось бы обсудить это наибольший общий делитель алгоритм Евклида старый наш друг старый знакомый алгоритм Евклида в чем фишка что мы можем делать с алгоритмом Евклида при помощи рекордсии а давайте вспомним а что суть представляет из себя алгоритм Евклида вот у меня есть числа а и б и он нам говорит да наибольший общий делитель чисел а и б да точно такой же как у чисел ну если а больше чем б у чисел а минус б то есть я отрежу этот кусок и выкину да вот этого вот и б да помните вот так вот ну правда это только если а больше чем б да а если а не больше чем б а меньше чем б ну тогда я говорю тогда мне надо ну то есть короче если это б это а да ну тогда нужно из б вычитать а тогда наибольшему общему делителю от ну чего соответственно а не надо трогать б надо трогать да а и б минус а вот у них на единый больше общий делитель и все товарищи что это такое как не декомпозиция декомпозиция правда такая интересная да как разбиение задачи на под задачу аналогичную исходной но проще в каком смысле проще числа меньше а задача та же то есть я могу собственно вот это сделать вызовом функции да ну и есть некий критерий здесь у меня а было больше б здесь а меньше б да а если они равны то это товарищи крайний случай да ноды чего нет здесь как раз рекурсию нельзя да оно просто равно а или б если а равно б то какая мне разница а или б и по-моему с когда обсуждали с вами давно давно обсуждали с вами алгоритм евклида я вам сейчас секундочку когда когда это было то это были кольца вычетов числа третье занятие алгоритм евклида у меня ощущение что мы там обсуждали про него неплохо и было там в частности про ускорение за счет взятия остатка напомните было такое товарищи когда на третьем занятии в начале учебного года мы обсуждали с вами алгоритм евклида я вам рассказывал про ускорение алгоритма евклида за счет взятия остатка многократное вычитание за одно взятие остатка вместо того чтобы вычитать вычитать было такое ну вот я надеюсь что это где-то в остаточной памяти у вас есть вот потому что я хотел бы этим в принципе воспользоваться и предложить альтернативную формулу которая даст нам более короткие варианты этой записи этой рекордсии ну и более быстрое выполнение короче ладно давайте для начала сделаем собственно мне понадобится только иострим больше никого мне не понадобится значит сохранимся 5 грант команд девайзер в gcd опять я его не так назвал итак значит я делаю функцию ну и на экран тут выведу результат грант команд девайзер от чего-то там и чего-то там вот значит и я делаю функцию которая возвращает мне грант команд девайзер от двух чисел a и b и так и я делаю ее строго в соответствии с тем что написано у меня на доске что у меня написано внимательно смотрим это по сути заготовка для ветвления в этом ветвлении будет у меня три варианта я хочу в начале обработать крайний случай давайте его вначале пропишем я скажу что я говорю если a равно b тогда что товарищи return а правда ну или b неважно в данном случае да иначе если ну на самом деле благодаря return я уже вышел из функции поэтому else писать не обязательно но я ради красоты каскадного ветвления оставлю else ну так чтобы подчеркивать что у меня уж либо 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 если a больше b тогда ой 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 скобки нити тогда что а я тут так и пишу gcd вот a минус b запятая b ну да а вот если и не это то очевидно что у меня в этом случае что а меньше b да и я что буду возвращать говорить ну значит у меня задача сводится к наибольшему поиску наибольшего общего делителя от a и b минус a понятно на самом деле алгоритм Евклида очень красив это просто вот такая быстрая быстрая рекурсия в котором мы спускаемся и очень мало делаем вот этих лишних действий мы просто освобождаемся и уменьшаем параметры мы все время разыскиваем ту самую задачу для которой у нас будет наибольший общий длитель искаться крайним случаем особенно крайнем случае очень примитивно как раз все все и состоит в том чтобы правильно найти правильную подзадачу ладно короче еще раз смысл в том что это дело работает оно работает давайте это дело запустим посмотрим на результат ой что точку запятой забыл ну и перевод строки можно добавить давайте у меня там что там 123 600 43 да он мне сказал что это числа взаимно простые он мне выдал единичку давайте немножко побалуемся добавлю что-то чего-нибудь еще ну что там точно были четными сделаю чтобы уж точно там хоть какой-то был общий длитель к сожалению там общий длитель 2 я сейчас чуть-чуть подправлю если я сделаю сюда не 4 а ну 0 не знаю нет давайте 4 0 вот так ну должен же он мне в конце концов сделать чё там елки шпалки 5 2 yes 6 у этих двух чисел наибольший общий длитель 6 но для того чтобы убедиться в этом я сейчас что могу запустить python запущу сейчас там есть стандартная функция gcd ой она по-моему в модуле freq чё как так ну ладно товарищи я не буду тогда проверять переживем без без проверки ну давайте я сделаю все-таки эту упрощенную версию потому что уж очень красиво это выглядит но красота ее начинается не в момент когда мы программируем на самом деле а начинается она с момента когда мы это дело правильно запишем и у нас станет легче я могу математически сообразить и сказать ребята ну а если у меня а намного больше чем б тогда у меня придется это б вычитать 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 будет очень долго по единичке какой-нибудь понимаете чтобы давным-давно убедиться и сказать ребята они взаимно простые у них единичка является наибольшим общим деликами поэтому я на самом деле могу взять и сказать ребята а давайте я сведу задачу к чему а по модулю б вот так ведь у меня взять и остатка это и есть то что я вычитаю вычитаю бы неважно сколько вычитал но потом у меня что-то осталось вот меня интересует что осталось но есть такая фишка а если он полностью поделится если он полностью поделится тогда у меня эта штука станет равна нулю то есть мне нужно очень внимательно относиться к отслеживанию нуля а давайте скажу я сделаем так а давайте я буду второй параметр всегда запихивать первым а а по модулю б запихивать вторым я это тогда на третьем уроке нашего курса объяснял но фишка в том что за счет вот этого вот обмена свопа да параметров у меня вот это всегда меньших из двух меньшие из двух чисел а это большие понятно и я буду вот это делать только тогда когда у меня что когда на б можно делить когда б не равно нулю когда б не равно нулю а если б равно нулю общий делитель у числа любого числа и 0 0 делится на все что угодно у числа 17 0 какой наибольший общий делитель 17 0 делится на 17 всем по 0 0 рублей заработали 17 человек делится на цел Eles без остатка делится всем выдать по 0 рублей и 0 рублей осталось о без остатка поделилась да понятно но и 17 сама 17 тоже делится без остатка на 17 а на 18 уже не делится поэтому наибольший общий делитель у а и нуля будет собственно а поэтому оно равно а если б равно нулю вот если до этого суметь дотумкать нас образить то тогда у нас собственно укоротится да еще и ускориться наша функция поэтому я сейчас сохранилась сохранюсь в отдельный новый файлик до так 6 6 gcd значит и что я здесь делаю я сделал очень просто если б равно нулю тогда return а и то а иначе вернуть gcd от соответственно бей и и по модулю бей на самом деле поскольку здесь вот все свелось уже к одному и фу да я могу это дело еще для касс для полной красоты сделать вот так вот до ретерн би равно нулю спрашиваю если равно вернуть ей а иначе да 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 но если на него можно делить если он не 0 то да но это вот фактически ты будет влс вот там это тернарный оператор вопрос и двоеточие это тернарный оператор в начале все плюс плюс это сделано так в начале это условие потом значение если да потом значение если нет то есть в результате у меня на но естественно вот эта штука не будет вычисляться если бы равна нулю потому никакой бесконечной рекурсии не будет а здесь крайний случай можно довести рекурсию до одной строки фактически и она работает и работает она и правильно и эффективно нет не далеко не всегда так получается это просто красивый пример когда математика вот так вот срабатывает ну и за счет того что у нас здесь большой глубины не возникает из-за того что задача быстро двигается к упрощению не возникает вот этих ветвлений у нас рекурсия идет линейно да она у нас не ветвится да то нет проблем понятно короче давайте с вами посмотрим мы успеем еще одну маленькую рекуррентную задачку обсудить да а именно а именно я хочу обсудить с вами в возведение в степень но не простое а быстро и возведение в степень и опять все начинается с математики вопроса надо подумать есть некая задача вот у меня есть число а в степени н до обратите внимание что число а это вещественное число ну в нашем случае она число с плавающей точкой надо понимать что число с плавающей точкой не является вещественным числом это его компьютерное приближение с ограниченной точностью хранения так вещественные числа они бесконечные их континуальное число совсем не то же самое некое приближение его компьютер на приближение число с плавающей . вот от ну вот я его буду использовать да а n целое положительное число положительное ни корень никакой целое не дробное как мне вычислить а в степени но мы все знаем что такое в степени да это она 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 трата на а сколько n 1 ну кроме одной единственной ситуации когда n равно 0 то а в степени n это один это по определению просто тогда а в степени 1 это она она один раз ханусь просто а вот а как я могу задачу разбить на под задачи а давайте я сделаю так я скажу n минус один раз и под задача аналогично исходной задачи правда вот n минус один раз перемножить она да и до множить еще на а еще один разочек согласна она она а n минус один раз это что такое это вычислить а в степени n минус один если я вычислю а в степени минус один и потом до множено а то это что это рекурсия это рекуррентная формула но так я могу делать только тогда когда когда случай не крайне надо аккуратно крайний случай потребно сделать да давайте сделаем этот крайний случай как n равно 0 то есть для n больших нуля я буду делать вот так для n равного нулю я буду говорить один согласно то возведение в степень который вы сейчас видите это не быстро и это обычное возведение в степень но но рекуррентно она позволит мне сейчас на один шаг приблизиться к быстрому возведению степени да вот я это сделал в два шага первый шаг давайте сейчас она пока еще раз говорю но пока не быстро пока не быстро но ну будет рекуррент написать будет легко поехали пишем да так 7 соответственно это у нас будет пау я называю это пал эту функцию она будет возводить какое-то число в какую-то степень надо понимать что у меня здесь числа то не бесконечной точности да и извините они быстро переполнятся да поэтому надо аккуратненько я конечно могу взять там какой-нибудь int 64t до взять да ну а надо стоп прошу прощения все будет намного легче если вы числа дабы тогда они не переполнятся вот так вот будет намного легче вот так мне нравится ну и тогда вот я говорю какой вот это число возведи вот в такую степень на вот так не наш число немножко поменьше давайте сделаем там 123 число чтобы она не очень быстро росло на вот каком или такой 1.23 он не будет слишком быстро расти и для него вот эта степень не будет чем-то запредельным да но у нас в опять же вот дайте питона откроем на питон в нем есть встроенный оператор возведений в степень час мы его спросим и он нам скажет число и мы посмотрим что это число поместится в int 64 ну чтобы просто прикинуть задачка как она там overflow резал ту large говорит вы давайте я сделаю так 0024 но я сделал поближе к единичке чтобы она не так нарастала быстро ой нет стоп это вот здесь надо сделать было для проверки просто сейчас разобраться с о да о ес 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 значит все вот число вот такое он нормально возведет в такую степень короче вот есть какое-то число которое надо развести в некоторую степень она не не приведет к ошибке на вопрос как это сделать итак поехали рекуррентно хочу так я спрашиваю а если у меня собственно степень равна нулю тогда вернуть один что я делаю я всего лишь да вот реализую крайний случай равна нулю вернуть 1 иначе вернуть что это будет рекуррентный вызов до в котором я пау буду передавать а а степень на единичку меньше да поехали я возвращаю что функцию пау то есть ее значение возведенного а в степень n минус 1 это гарантирую что у меня задача проще исходной но не забыть домножить еще раз на а вот ну в результате у меня на задача будет плавно двигаться к крайнему случае это сделаю так что-то он мне тут тыкает сюда а я за опять power sin к сожалению опять неправильного номиновал себе пи итак что мы имеем оу я забыл функция должна дабл возвращать она мне все округляет вот он минус неявного приведения типов имплицитная подразумеваемая да ну можно сравнить где там python наш вот оно это число но тут он его вывел в научном виде до 2.6 5087 умножить на 10 в степени 6 то есть на самом деле это 265 0 8 6 7 ну дальше он там точность не прописывал на самом деле там конечно можно попросить и плюс чтобы он дальнейшие знаки после запятой там тоже выявил еще некоторое количество знаков и на самом деле там тоже хранит точность дабла одинаковая дабл и тут и там используют флот и дабл это одна и та же точность это одинаковое представление чисел памяти компьютера нет никаких преимуществ у питона короче в чем проблема почему на этом не остановиться а дело в том что вот это вот от вот этой вот степени да если сейчас он добавлю сюда пару нуликов да и добавлю сюда пару нуликов то у меня начнет тормозить 643 тысячи еще не замечу да если сделал 6 миллионов дата извините это уже может очень даже ну то есть число которое получается в результате она может быть и не запредельная да я специально делал число близко к единице да и ну вы понимаете да но там она не точно такое же да но я туда пару нуликов тут пару нуликов кинул вот я сейчас не буду объяснять почему получается число близко к тому же самому это формула тейлора надо но смысл следующий что что я делаю что результат должен существовать но моя программа начнет тормозить ой 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 она даже не то что затормозила произошло нечто хуже произошло переполнение стека стек оверфлоу я ушел на в слишком глубоко в рекурсию не смог вернуться она линейная не нет ничего запредельно но но слишком глубоко я бы даже верну вынырнул оттуда с разумным числом да но извините 6 миллионов четыреста тридцать восемь тысяч это уж перебор понятно поэтому вопрос а нельзя ли на самом деле есть даже если я смогу победить проблемы связанные с переполнением стека я все равно буду тормозить это медленное возведение степень идея очень простая красиво разделяй и властвуй до один из базовых принципов рекурсии у меня есть задача да а в степени н это она 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 как тут можно разделять и властвовать а почему я взял и откусил одно единственное а разве это правильное разделение да а давайте я рубану так чтобы у меня вот это количество а было точно такой же как здесь пополам рубану да чтобы здесь было n пополам и здесь было n пополам в чем польза а дело в том что тогда у меня это да а в степени n пополам и это а в степени n пополам мне достаточно вычислить его один раз и возвести в квадрат то есть а в степени n будет равно а в степени n пополам в квадрате но вы знаете мне больше нравится другой метод разделять и властвовать в этом случае дело в том что я могу сказать если у меня четное количество а а как видите для такого разрубания на должен учет и начал вниз будет не совсем упрощение я могу сказать так товарищи а что такое если их четное число а давайте тогда я буду так объединять а квадрат умножить на квадрат их сразу буду собирать по 2 до трата там трата там они ведь их четное число они как раз собираются в n пополам штук в n пополам штук а квадратов понятно мне вот этот метод нравится больше короче короче я меняю сейчас вот сюда вот я добавляю его добавлю вот в верху что я впишу золотыми чернилами золотым мелком напишу смотрите что мне получится я говорю а в степень а квадрат в скобках в степени n пополам для n четного а вот этот случай мы оставим для нечетных ситуаций когда n нечетная причем как вы понимаете у меня после нечетного всегда будет следовать четное то есть у меня вот эта ситуация с понижением степени в два раза сразу не на единичку а в два раза она будет срабатывать даже в худшем случае каждый второй раз поэтому маленькая маленькая сюда добавление да она приведет к существенному улучшению сюда скажу нет 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 подождите иначе если да и сделаем вот здесь вот дополнительное ветвление да вот дополнительное и только если она нечетная да удавайте с четным с четной ситуации если n по модулю 2 равен нулю да то это значит что она четная у меня есть особенный способ его разрулить эту ситуацию а именно у меня по сути задача сводится к самой же задачи просто с другими параметра а некое число в какой-то степени равно некоторому другому числу а именно а квадрату в какой-то степени да мне нужно вычислить другое число да мне нужно вычислить другую степени она разделить на 2 чтобы узнать в какой степени оба параметра подменяться да но что то есть paul равно paul только не А от А умножить на А, квадрат числа легко вычислять, число на число, а n пополам. У меня здесь не Python, здесь просто берем и нет такого оператора, есть комментарий. Мне очень жаль, что в C++ нет отдельного целочисленного деления, но тем не менее. Если n целое число, то это целочисленное деление с образованием остатка. Впрочем, он же как раз делится на целое, так что можно успокоиться. А эта ситуация, еще раз, остается только для нечетных. Окей? И это дело сразу начинает летать. Во-первых, летать, во-вторых, он начинает срабатывать. Эй, дорогой, что ты мне показываешь? Точку с запятой забыл, говорит мне. И, о да, вот он результат. Давайте взглянем, что там Python выдает. Да? Вот оно, это число. Вот оно, это число. Ну, он округляет, вот 2,8, вот он семерочку округлил тут, да? Ну, это оно. И я могу теперь степень. Два нолика еще дописал. Слушайте, ну, у меня целое число сейчас уже просто грохнется. Да, ну, мне правда, чтобы не сдохло. Мне тут тоже бы пару ноликов приписать. Вот. Ну, и я проверку, опять же, я сейчас сделаю Python, потому что там встроенное возведение в степень быстро реализовано. А так вот мы своими руками, используя довольно простую идею, да, разделение, разделяя властвуй, да, придумали способ, как при помощи рекурсии ускорить возведение в степень. Ну, на самом деле, не столько там, этот же алгоритм можно сделать некурентно. Да, так, еще раз, запустим, а то я так долго болтаю, а он никак не запускает, не запускаю его. Во! Вот число, которое получается в результате возведения вот этого на вот это, да? И давайте посмотрим проверка Python, что скажут в умеи. Так, оп, вот такое число, возвести в степень вот такого числа. Тшшш! Ну, и что у нас получается? Два, шесть, девять, шесть, три, два, ну, еще раз говорю, сейчас я не заставляю выводить с полной до последнего знака, вот, но в целом это то же самое. Окей? Давайте я подведу итог нашего занятия. Значит, мы с вами решаем, да, и мы с вами сегодня занимались боевыми задачами по рекурсию, которые, ну, боевые, в смысле, такие, они все-таки еще модельные такие, учебные, да, учебные все-таки нет. Но они вполне годные, работающие, используемые. Да, часто отказ от рекурсии приводит, ну, потому что многие вещи можно переписать нерекуррентно, но для начала надо вдруг увидеть, восхититься и осознать. Ребята, у нас появился классный инструмент, появилась сама методика такая, а давайте задачу рубить на подзадачи, да. Да, причем желательно на более крупные, да, еще и одинаковые, чтобы не делать работу два раза. Правда? Да, ну, или даже если делать два раза, то может оказаться, что половина работы, она проще, чем вся работа, чем, как сказать, разделить на двое, она может оказаться выгоднее, чем просто половина работы. Дважды половина, короче говоря, может оказаться дешевле, чем все целиком. Вот так вот могу сказать. Понятно? Ладно. Ну что же, рекурсия классная штука, в следующий раз мы с вами будем заниматься рекуррентными сортировками, так что не пропускайте следующее занятие. Субтитры создавал DimaTorzok